СПОНСОР ПОКАЗА СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГЕЛИОС СПОНСОР ПОКАЗА СЕТЬ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ ГЕЛИОС Осенью нашему организму как никогда нужны витамины и внутренняя защита от вирусов, которые с удвоенной силой атакуют наш иммунитет. Здравствуйте, в эфире программа «Факультет наук». О полезном сезонном питании мы поговорим сегодня с моим постоянным соведущим, экспертом, доктором химических наук Диасом Морзахужа. Здравствуйте, сегодня я вам расскажу о сезонных продуктах. Осенью многих ассоциируется с листопадами, романтикой и дождями. Эта пора радует не только красивыми пейзажами, но и богатым урожаем. Ученые выяснили, что дети, рожденные осенью, имеют хороший иммунитет и крепкое здоровье. Это связано с тем, что женщина на последнем триместре беременности, который выпадает на сезон фруктов и овощей, питается наиболее полноценно. А как относятся к сезонному питанию наши зрители и следуют ли ему? Узнаем из следующего сюжета. Осенний период хорош тем, что богат фруктами и овощами, но среди такого разнообразия важно соблюдать правильное питание, чтобы сохранить свое здоровье. И мы решили узнать, какие же продукты употребляют алматинцы сейчас. В обязательном порядке виноград, груша, любимые яблоки, тыква, баклажаны, кабачки, цветная капуста. Даже это больше. И даже малыш у нас ест цветную капусту, в обязательном порядке брокколи. Это практически каждый день входит в рацион наш. Овощи, ну это свекла, морковь, капуста, я думаю. Особенно цветная и брокколи. Она самая полезная считается. Со всеми этими витаминами, да. Для укрепления иммунитета, ну и полностью. Ну да. Я думаю, что нужно употреблять сезонные продукты, такие как кабачки, яблоки, злаки, капуста и тыква. Мясо номер один. Я не думаю, что, я не знаю, полезно это или не полезно, но это мясо. Как мы без мяса? Второе, это, конечно, овощи, фрукты всякие. Сторонники сезонного питания предлагают питаться овощами, фруктами, зерновыми и прочими продуктами строго по временам года. Ну а как же к этому относятся общественно? Есть правила сезонного питания, существуют во всем мире, в разных кухнях, итальянской, там, французской, казахской даже, да. Но очень грамотно прописано сезонное питание в советской вот этой диетической системе. Но, к сожалению, большинство казахстанцев не пользуются никаким правилом сезонного питания. Например, осенью из-за витаминоза надо больше есть фрукты, больше нужно есть там такие легкие какие-то, где очень много витаминов. Ну, не то чтобы следую, но стараюсь, да. Яблоки, например, ну и прочие-прочие фрукты надо, кушать надо. Сезонное питание должно быть сбалансированным. В конце летнего сезона очень много продуктов в огороде, которые собираются недозрелыми. Они очень полезные и имеют очень много своеобразных витаминов, которые могут помочь в дальнейшей, ну, в повседневной жизни. И могут ускорить метаболизм, повысить иммунитет. Такие продукты, как зеленые помидоры, они очень хорошо сочетаются с многими блюдами и в целом очень вкусные, если просто замариновать. Капуста, особенно квашеная капуста. В этот сезон очень, ну, популярна, скорее всего, квашеная капуста. Очень много тоже, как раз в этот сезон, перца. А перец, как многие знают, ну, у некоторых считают, что он вреден для печени, но все же острое способствует хорошему метаболизму, за счет этого можно похудеть. Важно внимательно прислушиваться к собственному организму и тщательно выбирать то, что вы едите. Еще три тысячи лет назад восточные врачи и звездочеты заметили, что разные продукты в зависимости от времени года по-разному действуют на человеческий организм. В результате многовековых наблюдений древние диетологи пришли к выводу о том, что в каждом сезоне года активизируется деятельность какого-то конкретного органа или системы организма. Доктор Диас, расскажите об этом подробнее. Дело в том, что мы живем в Казахстане. Для нас, как правило, сезонное питание, если слушать историков, то оно не имеет никакого значения, потому что, по мнению некоторых ученых, казахи были кочевым народом, поэтому отношения к сезонным овощам, к сезонным продуктам у нас никакого нет. Но, тем не менее, вот вчера буквально выступал кумир многих казахстанских ученых, доктор исторических наук, профессор Карл Байпаков. И с точки зрения истории, у нас есть все доказательства, что казахи были, скорее всего, не кочевниками, а оседлым народом в абсолютном своем большинстве. И, к примеру, даже вот в этом регионе, в Алматинской области, до нашествия джунгар, всегда здесь находились землепашцы, люди, которые выращивали хлеб, хлебопашцы, люди, которые выращивали фрукты, люди, которые выращивали овощи. Именно с этой точки зрения, конечно же, тогда сезонное питание имеет свое значение. Почему? Потому что люди, которые зависели от земли и не были кочевым народом, тогда у них есть, на них оказывается большое влияние через сезонное питание. Поэтому, к примеру, у нашего народа тоже есть такие овощи, такие фрукты, которые можно заготавливать на зиму, можно их солить, можно еще делать такие вещи, как мариновать, то есть с помощью уксуса на зиму заготавливать овощи и фрукты. Также осенью у нашего народа большое количество именно овощей и фруктов, и при помощи вот этого витаминного удара, который нам земля дарит осенью, мы, можно сказать, что запасаемся вот этими витаминами, запасаемся здоровьем на всю долгую зиму. Что касается сезонного питания, то я знаю одно большое исследование, которое вместе проводили в университете Путра-Малича, в UPM, где, несмотря ни на что, кажется, что, к примеру, вот в тех же экваториальных странах, где на экваторе всегда тропики, одинаковая погода, на самом деле там тоже существуют сезоны для разных овощей и фруктов. И вот ученые из UPM выяснили, что, к примеру, разные фрукты, разные овощи, каждый сезон для каждого фрукта и овощей имеет свое значение для человеческого организма. Но обязательно должны быть в конце этого сезона какие-то фрукты или какие-то овощи, в данном случае это дуриан, вот в тропических странах это дуриан, такой большой плод. Когда вы начинаете его кушать, то получается все то, что накопилось у вас за весь сезон, у вас начинается диарея, и все это идет больше такое капитальное очищение организма. Вот это единственное исследование, которое мне приходит на ум, когда мы говорим про сезонное питание. Какую роль играет регион, в котором растет тот или иной продукт? География имеет самое непосредственное отношение к качеству продукции. К примеру, та же вода, которую мы пьем, лучше всего пить воду из источников, которые расположены географически близко к нашему месту проживания. Также и овощи и фрукты, желательно потреблять те овощи и фрукты, которые произрастают в нашей географической широте и долготе. Почему? Потому что все те минералы и все те витамины, которые нам необходимы, находятся вот в тех овощах и фруктах, которые находятся рядом с нами. И очень часто бывает, что хваленые какие-то заокеанские овощи или фрукты, которые могут помогать нам в чем-то, они имеют отношение только к тому географическому месту произрастания. А в отношении нас, к примеру, самое лучшее это то, что растет поблизости от нас. Есть ли отличия в сезонном питании мужчин и женщин? В отношении продуктов, которые и в отношении овощей и фруктов, которые растут в нашей географической долготе и широте, я не видел исследований, которые подтверждали бы различия между мужским питанием и женским питанием. Но вот в том же университете Путра-Малейче, я помню, было прекрасное исследование, которое они опубликовали в журналах, по-моему, даже Nature. В этом исследовании они говорили, что, к примеру, папайя можно кушать только женщинам, а мужчинам запрещено кушать папайю или в случае, если у него есть какое-то воздержание. То есть очень сильно подавляет мужскую функцию, все мужские функции и подавляет выработку тестостерона, папайя. В нашем случае, в районе Алматы, в районе нашего Казахстана, таких фруктов и овощей я особо не знаю, но знаю, что если, к примеру, овощ или фрукт богат соединениями брома, то, конечно, такие фрукты и такие овощи, они не рекомендуются для мужчин. В следующем сюжете предлагаю узнать, в чем основные преимущества сезонного питания. Сезонные овощи и фрукты более полезны и содержат больше витаминов, так как их выращивают в естественных и самых благоприятных для роста условиях. Кроме того, местные фермеры хозяйства затрачивают меньше ресурсов для их производства и быстро доставляют на рынок или продают в местные супермаркеты. Поэтому сезонные культуры стоят, как правило, дешевле. Кроме того, они отличаются более насыщенным, полным, ярким и натуральным вкусом, чем замороженные, консервированные и привезенные из других стран продукты. Питаясь с учетом сезонных особенностей, вы можете быть уверены, что ваш рацион более разнообразный, а это, в свою очередь, полезно для здоровья, так как вы получаете максимальное количество необходимых для организма витаминов и минералов. Если сезонные овощи и фрукты подвергнут правильной и своевременной заморозке, то их полезность сохранится и зимой. Согласитесь, что приготовить пирог из собственной замороженной клубники намного лучше, чем из магазинного пакета. А какое увлекательное занятие – посадить и вырастить собственный огород на балконе или подоконнике. Это так приятно – срезать свежую зелень для салата, а если постараться, то и помидоры с огурцами. Особенно полезно приобщить к этому занятию своих детей. Вы учите ребенка правилам здорового питания и вместе проводите время, ухаживая за своим маленьким огородом. И еще один немаловажный фактор – поддерживая местных производителей, вы стимулируете развитие фермерского хозяйства в своем регионе. А чем больше местных фермеров, тем богаче выбор полезных и недорогих продуктов на рынках, магазинах и супермаркетах. Осень – это время, когда мы можем запастись витаминами и сделать организм более устойчивым к вирусам, бактериям и перепадам температур. Назовите фаворитов этого времени года, благодаря которым это станет возможным. В первую очередь это наши местные растения, такие как редька, такие как свекла. Вот, кстати, почему-то в казахском языке многие называют свеклу козлша, хотя во всех тюркских языках она называется шалгам. И, к примеру, даже вот в Турции борщ, он называется шалгам чорба. То есть, получается, если по-казахски, то иногда бывает непонимание вот в этих терминах. Поэтому свекла, конечно, очень полезна в этот период. И я бы еще отметил среди фруктов и ягод, я бы отметил бы ремонтантную клубнику. Та клубника, которая вот именно вот сейчас в конце августа, в сентябре поспевает, несмотря на то, что она по размерам небольшая, но в то же время она является чемпионом по витамину С. И, конечно же, очень полезно сейчас кушать эту ремонтантную клубнику и в то же время заготавливать его в виде варенья на зиму. Через несколько секунд мы вернемся в студию. Не переключайтесь. Субтитры подогнал «Симон»!